Бывший гендиректор пивоварни Пятый океан погасил задолженность по налогам в бюджет в размере свыше 6 миллионов рублей. На Игоря Богу завели уголовное дело. Как установило следствие, в августе и сентябре прошлого года пивовар представил декларацию с заведомо ложными сведениями, в которых занизил налогооблагаемую базу по акцизам на пивоваренную продукцию. Задолженность по налогам возмещена добровольно, и поэтому Бога, как человек, впервые совершивший налоговое преступление, освобожден от уголовной ответственности. Минометные снаряды, обнаруженные в Александрове, уничтожены. Нашел их в одном из ящиков сотрудник компании по доставке грузов. Снарядов было семь, и относились они к временам Великой Отечественной войны. Груз не имел сопроводительных документов, поэтому было принято решение его вскрыть. Каждый из снарядов был упакован в изоляционный материал для безопасной транспортировки. Опасности они не представляли, так как не имели заряда взрывчатого вещества и запала. Отправитель и предполагаемый получатель установлены, снаряды были уничтожены в одном из карьеров Александровского района. На доме Николая Андрианова все-таки появилась памятная доска. Мемориальной она пока не считается, так как не прошла соответствующих процедур. Еще буквально месяц назад общественники сетовали, что сбор средств на доску провалился. Найденных 75 тысяч на увековечивание памяти прославленного гимнаста недостаточно. И вот такая неожиданность. В пресс-службе мэрии сообщили, что решение об установке памятного знака было принято 28 октября. Чиновники нашли спонсоров, поэтому памятный знак установлен на внебюджетные средства. Что касается собранных общественниками 75 тысяч, то теперь они пойдут на памятник Николаю Андрианову, стоимость которого по самым скромным подсчетам оценивается в 5 миллионов рублей.